Добрый вечер всем. Мы продолжаем второй урок книги Танья из самого начала. Мы на первой главе, страница 41. В прошлый урок мы учили окладку, которой Божественная Душа должна отдаст перед Творцу, перед Священному, до ее присоединения к телесной жизни. И мы говорили, что эта кладва разделена на двух частей. Первая часть, что она должна обещать, это кладва, что она станет праведник и не грешная. Вторая часть кладва удивительная, что даже если весь мир будет утвердить ее, что она, то есть Божественная Душа, добывала высокого результата при нахождении в телесной жизни, настолько, что ее называют всех праведник, тем не менее она должна себе считать грешной. И в прошлый урок мы прочитали и пытались понять все вопросы, которые проводят насчет этого частей кладва Ребе на вступлении в нашу книгу. Для того, чтобы понять этого кладва, второй часть кладва, Ребе начинает еще одна тема. Почему? Потому что это не из сорт вопроса, который я задал вопрос. Ответ очевидный на поверхность, просто мы не поняли, не уловили его. И теперь будет отвечать, это не такой простой ответ. Для того, чтобы понять, почему такая вид кладва, до этого надо открывать еще одна тема. Поняв этого тема, потом поймем и ответ на вопрос про кладву. Что будет понятно, мы начнем сейчас с темы, которые будут продолжаться с нами до 11, 12, 13, 14, 15 главе, мы будем получать ответы на наши вопросы по частям. То есть это серьезная тема. Какая тема? Поэтому Ребе сразу начинает. Ах, хо иньян. Понять этого тема, иньян, тема. Мы обнаруживаем в Талмуде, в Гмара, это Талмуд, Бавилонского Талмуда, в трактат Брахот, пьят разделений. Пьят разделений среди людей. Это не написано прям такой список. Там целая тема в Талмуде. И в Талмуде, когда читаешь весь этот тема, обнаруживаешь пять выдых человек. праведник, который ему хорошо, или у него хорошо, праведник, который ему или у него плохо, грешный, который ему или у него, а после мы будем потом обсуждать, хорошо, грешный, который у него или ему плохо, и средний. И пишу в Гмара. И Гмара, Талмуд, объясняет, что это за пьят уровня. Цадик в Товло, когда Талмуд обсуждает цадик, праведник, в Товло, и ему хорошо, или у него хорошо, они объясняют, что это такое. Цадик Гамур, совершенный праведник. Абсолютный праведник. Когда Талмуд называет уровень цадик Вералу, праведник, который ему или у него плохо, они объясняют, кто это такой. Цадик Шейно Гамур, праведник, который несовершенен. Мы можем предполагать, что это означает хорошо. Например, когда мы видим праведник, который ни разу или сейчас не страдает. Ни в здоровье, ни в финансовом положении, ни с детьми, у него все гладко в жизни, все правильно в жизни. Мы можем, то есть ему хорошо. Хорошо, в жизни не страдает. Мы можем предполагать, что он совершенный праведник, поэтому наказать ни за что. Поэтому у него хорошо. Можем так предполагать. Также мы можем предполагать, объясняв Талмуд, что праведник, который несовершенен, поэтому ему иногда плохо. То кушать ничего, то дети, не дай Бог, болеют, то он страдает. Можем так предполагать. И это свойственно Бавилонскому Талмуду найти таких объяснений. Но мы учим не комментарии Талмуд, а мы учим Хасидут, это глубокая секретная часть Тору, поэтому будем искать более глубокое душевное объяснение. Где найдем это? Треба объясняется. Уверая ме хэмно, парша смешпотим, пиршу. В книге Зоа написал Великий Танна, один из писателей Мишну, он был ровесник и друг Рабьюда Анаси. Он писал книги Зоа. Один из разделов в книге Зоа является абзац под названием Рая ме хэмно. Верный пастух. Кто такой верный пастух? Моша. Моша Рабейну. Моисей, который даровал нам от Всевышнего, скрижали и сопровождал нас как верный пастух в Египте, пусти на 40 лет. Он назван верный пастух Рая ме хэмно. То есть, этот раздел в книге Зоа написал Моисей. И это просто было передано с поколения в поколение, пока Ражби написал это и включил это часть из самой известной древней каббалистической книги Зоа. А что Моша объясняет? Как Моша объясняет это? Пируш, царик Верало, кто такой праведник, который ему или у него плохо, как он характеризует его? Шехара, шебо, кофу флатуев. Уже это интересно. Праведник это нечто ему плохо. Он может быть богат, с кучей детей, здоровый, с прекрасной семьей, никогда в жизни не страдал. И он будет несовершенный праведник. А что это значит ему плохо? Не ему плохо, у него плохо. У него осталось плохая сторона, плохая черта, но эта плохая черта у него. Он кто? Праведник. Праведник это означает, что он совершенный правильный человек. Он праведник, только у него есть плохая черта, полностью под контролем. Давай через Рай ММ попытаемся понять через этого четырех из пяти уровней, потому что Бейнуни, там нету характеристики, просто называем его средный. Тяжело так объяснить. Потом не написано ни хорошо, ни плохо, просто хорошо, просто Бейнуни. Потом поймем, это у нас целые книги объясняют, что такое Бейнуни и что с ним делать. Поэтому не переживайте. Пока разберемся с этих четырех уровней из пяти. Попытаемся сейчас. Если мы говорим, когда Талмуд характеризует праведника и говорит цадик ветовло, праведник и хорошо, что это означает? Что он и есть совершенный праведник. Почему он совершенный праведник? Потому что у него только добрая черта, у него нету другого. Поэтому он совершенный. Это не что он финансовый или в чем-то хорошо. Он просто совершенный праведник. У него нет плохого черта. Вообще нет. Отсутствует. Поэтому он совершенный праведник. Мы уже говорили о праведнике, который у него есть черта плохая, а есть грешный. Грешный, который ему хорошо, не ему хорошо. Не что он зарабатывает. Вообще забудем вопрос о финансовом или материальном обеспечении, или материальном состоянии. Идет речь о духовном, внутреннем, душевном состоянии. Что означает грешный и ему хорошо? Грешный, который у него есть хорошая черта. Обратно, зеркально от праведника. Праведник, который у него плохо, он правильный. У него есть плохая черта, которая подконтрольна. У грешный это зеркально обратно. Он грешный, но у него добрая, хорошая, правильная черта. Есть тоже. Но главный грешный. Когда мы говорим грешный и ему плохо, не ему, а у него плохого черта. То есть у него как будто не осталось никакого правильная добрая черта. Поэтому он называется полный, тотальный грешный. Абсолютно грешный. После того, что мы это поняли от Моисея, он был шедер с нами, и мы с нами, и мы начали понять, мы идем понимать дальнейшее обсуждение в Тальмуд. Надо понимать, что в Тальмуде было им известно книги Зоа. И они учили того, что Моисей говорил. То есть они точно знали того, что мы знаем. Поэтому когда мы относимся теперь к тексту Тальмуда, мы понимаем, что обсуждение среди мудрецов было на основе высказывания объяснений на Иссе. Хорошо. И дальше в Тальмуд, в конец трактата, это уже 9 главе в трактат Барахот, который мы говорили, написано так. Цадиким Ецартов Шовтан Праведники Их Судец Судец означает влиять на них. Кто влияет, имеет влияние на них. Правильная черта, добрая черта, Ецартов, доброе начало. Решаим Ецар Горо Шейфтон. Грешники, кто влияет на них, кто имеет на них влияние, плохая черта. Вот плохого сторона у них. Бейноним, когда мы говорим о среднике, ЗВЗ Шейфтон. У них как будто на равных добрая черта и плохая черта, и у них есть борьба, и они оба пытаются их судить, их определить. И сразу после этого высказывания мы встречаем очень интересное мнение раба. Раба был учитель Абая и Ровы. Ровы это не раба, раба это с буквой Г к концу, он был поколением старше. Раба, который считался в то время глава еврейского поколения на то время, во время Мураим. Он говорит, после того, что наговорили по занимались вопросом о праведной, грешной и средной, и он хочет переводить пример, что учеников поймут, кто это такие, и он говорит, кегойн ано бенули, например, я средный, Амар говорит ему Абайя, его ученик Абайя, говорит ему в ответ, ты не оставляешь нам шансам, ты не оставляешь нам жизни. То есть, после того, что было обсуждено в Бес-Медраш этих трех уровня, говорит им Раба, Раба, вы должны понимать, ну что, я вам отдам компас, кто такой праведник, кто такой грешный, и кто такой бенуни, средный. Вот видите меня, я средный. Абайя говорит ему секунду, 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 секунду. То есть, у нас мы взяли скалу, да, в одной сторону у нас праведники, второй грешный, посередине скала вы и вы бенуни. То есть, мы же вас знаем. Вы наши являетесь нашей вожат, глава поколения. Вы себе считаете бенуни. То мы знаем, говорит ему Абайя, что мы отступаем от вас. Получается, что мы грешные? грешные написано, что прежизны они смертны. Они мертвы, трупы. Почему? Потому что они находятся в сторону клепот. Клепа это смерть. Они связаны с клепотом, они ходячие трупы. Он говорит, получается, говорит ему Абайя по-грубому, что вы нас похоронили. Вы не даете нам шанс. проблем в том, что Абайя не подходит к рабу и говорит ему учитель, извините, дорогой, не надо. Я видел сам, что вы выполняете все заповеди, выучите историю, ну не надо нам рассказать, что вы такой средный, вы делаете наполовину все. Так Абайя не говорит ему. Он дает ему аргумент другой. Я же себя знаю, я не грешный, но ты мне говоришь, что я грешный. Почему такой аргумент? Скажи, ну не прикаливай. Это означает, что Абайя воспринимал слова раба очень серьезно. Он реально понимал, что есть вариант, по которым человек будет выглядеть как раба, и он будет бейнонен. Он считал, как мы сегодня считаем, что раба ошибся. Он оценил себя низко, но у него была весомая причина, как можно ошибиться. Объясню. Как будто бы я приду к вам и скажу, вот есть религиозные люди, и есть антирелигиозные люди. Я нерелигиозный. Ну странно. Ну это странно. Ну не правило, ну не надо это говорить. Ну это странно. То есть это странно. Я могу сказать правду, что я ну не фанат. Окей, можно обсуждать, но сказать, что я нерелигиозный, ну это ошибка, это неправда. Получается, что раба привем близко к правду его состояние. Только Абая говорит ему не по данным ситуациям вы ошибаетесь. Но спасибо, мы поняли ваш аргумент. Мы поняли, что Бейнуни это очень серьезный человек. Настолько, что вы можете ошибиться и назвать себе Бейнуни. И теперь раба объясняет почему. Ну почему так. Лавин колзе баэритев понять все этого, все выше перечислено. Петух, петух, раздел и характеризация каждого из этого раздела через райя мегемна и высказывание раба его и ответа баэ надо это все четко понять. Но попутно добавим еще одно удивительное высказывание. Вегамля авин маши омер и и есть большой спор среды мудрецов кто он такой был. Есть мнение что это была сказка. Что такой человек не был. Это всего лишь была притча. Вся ситуация с Иовом это была притча. Как надо верить и доверять и положиться на Всевышнего. Но большинство мудрецов и так весомое количество мудрецов и утверждение которое мы находим в Раши на комментариях в других местах что Иов не являлся евреем. Он не был евреем. Иов был великий мудрец и советник фараон фараон которые евреи с ними вышли из Египта вот той фараон у фараона было три великих советников Итро зац Маисе Тест Маисе Бил Ам который потом казнили это волшебник который хотел проклинать еврею и Иов когда фараон начал начал вот его вот можно сказать затея порабашать евреев он пришел к своих советников и спросил что делать Вил Ам говорил ему да конечно давай будем порабашать их ненавидели Итро сказал ни в каком случае из-за этого его уволили и он сбежал Иов промолчал и написано что за его молчание он получил вот это наказание которое написано в этой книге и там очень интересно описано его обсуждение и рассуждение со Всевышним за суровой жизнью которые посетили его вот мучения которые сатан привел ему и один из вот этой монологи говорит Талмуд что Иов пришел с претензией перед Всевышним какая претензия рыбой нашел тварец и хазайн в севом миру боросо цадиким тиса тварил праведники боросо решоим тиса тварил грешники говорит рэбэ правда так такого не бывает есть у нас в Талмуде высказывание что когда происходит зачатие прям на уровень сперм так написано ангел поднимает вот этого будущей человек и говорит Всевышнему участь этого человека какой будет и он перечисляет высокий низкий сильный слабый умный глупый богат или бедный умный или тупой и Талмуд подчеркивает что единственное которое не предназначено из самого рождения праведники грешные не сказано почему все в руках небеса кроме боязны от небес а кол биде шумай хуц мир шумай все в руках небес кроме бояться от небес такое выражение мудрецов то есть получается что еще раз мы встречаем очередное спротивление в Талмуд в одном стороне высказывание Иова что Всевышний что от нас хочет ты сотворил праведники ты сотворил грешный но мы знаем что это неправда Иребе продолжает рассуждать уровень бейнуни состояние средней вегам лехавин и тоже надо понять ма гус мадрегас хабейнуни есть такое слово на святом языке махут махут это из это слова устроено из двух ма гу ма это что гу это что это не это означает надо закопать глубже и понять кто это что это такое никто что надо копнуть и понять по сути уровень бейнуни а что надо понять он бы снять чтобы водой иной мах сход с мах цав и нас без сомнения это ну как табу без сомненно средний это не половина на половину то есть чуть-чуть религиозный чуть-чуть нерелигиозный вы знаете этого известная шутка что однажды папа приходит к кровину и говорит ему мне нужно найти невесту моего сына надо описать кто такой твой сын он очень хорошенький очень умный очень этого да но он соблюдающий чуть-чуть соблюдающий чуть-чуть не соблюдающий спустя неделю он вызывает этого отца и говорит ему я нашел тебя прекрасная девушка она хорошая еврейка она красивая умная все очень хорошо но ну что но что может быть ну она чуть-чуть беременная чуть-чуть беременная говорит ребя нет чуть-чуть беременная нет такой половина грешной половина праведника это не средний это или праведник или грешный нет такой половина беременная или да или нет это табу точно нет Вы хотите доказательства? Говорит, рэба, вообще без вопрос. Ши, им кэн, эх, то, рэба, бэээцмэй, лоимаршу бэээнонэй. Как мух рэба, вообще, ашибица так делико? И назвать сибьей срэдны? Ну, может быть, он грэшит так много. Альбитак он муха шибица. Говорит... А? Нет, это не те люди, которые шутец. Нет, это не те люди. Сейчас мы будем, сейчас будем, может быть, может, грэшит. Давай услышим, может быть, такой? Может быть, он знал того, что мы не знали, или его учеников не знали. Говорит, говорит рэба, секундочку, мы будем думать о мысли. Сейчас это серьезные вопросы. То есть, первый на поверхность, может быть, он грэшит? Говорит рэба, не, не, не может, не может быть. Вен-о-да было известно, И это рассказы написано в Талмуде. Де лой посик пуми мегирсы, что он трудился в учении Талмуда, учении Тору, безпереривно. Это есть такое выражение, что его уст не перестал говорить. Никогда. Настолько он трудился в учении, настолько, рассказано в Талмуде, что когда пришел время забирать душу, рабу, на той мир, был послан ему ангел смерть, ангел отвечает на смерть людей, забрать душу. Но настолько рабу трудился в учении Тору, что он не мог коснуться к нему. Вы можете представлять, я надеюсь, что это не будет так скоро, но когда ангел смерть придет за мной, я думаю, что ему не будет так трудно. Даже если я буду на эту же секунду, когда он придет за мной, учить Тору, все равно он как-то найдет способ. Почему? Это не только учение Талмуд. Это как учить Талмуд. Он учился Тору, учился Тору, на такой высокого объединения со Всевышним, что оторвать его не было возможно. Вы представляете? И написано в Талмуде, это написано кроме на рабу, на еще один человек, на царь Давида. Про царь Давида такое написано. Два человека вообще такие великие. Написано в Талмуде, что когда было нужно, ну надо было взять, то есть, когда Всевышний отправляет Ангел Смерть, значит, все, эта душа закончила ее служба в этом мире. Все, она не должна остаться. Это не что есть какие-то переговоры. Не надо, все, не надо. Все, не надо жить. Душа не надо здесь. То Ангел Смерть был вынужден устроить сценария сумма для того, чтобы отвлечь внимание раба из учений и на этого секунду перекрашения и внимания он забыл душу. Так, Ребе говорит, ну, вздумайте сами, так когда у него было время ошибиться? В половину времени грехов? Ну, когда? То есть, никогда. То есть, рабу, как мы говорили, не шутил. Он говорил своих учеников, смотрите на меня и увидите средний. При этом он сам знал и знал, что его учеников знают, что он неперерывно занимается учением на такой уровень уединения со Всевышним во время учебы и Абая ему не спротивляется. Ребе, ну, ты же учишь слово бесперерывно. Он такой не говорит. Говорит, ну, мы негрешны. Мы понимаем, что говоришь, но мы же негрешны. То есть, это было, то есть, получается, что средний это может быть такого сотого человека, который ангел смертный может коснуться к его душу и тем не менее не быть праведником. Как у нас говорят, ничего себе. Серьезный средний. Ребе приводит еще один вариант. может быть бейнони, средний, это человек, который делает логкие грехи. То есть, есть такой интересный закон в трактатке душин, трактат, который занимается законной свадьбой. если мужчина встречает женщину и говорит ей, я хочу тебе в качестве жены на условие, что я совершенный праведник. Талмуд говорит, она сомнительная, но замуженная. Сомнительная, потому что мы не знаем, праведник ли он или нет. Поэтому, пока не будет у нас весомое доказательство, она сомнительная в том плане, что она не может свататься с другого мужчину, пока не разберемся с этого ситуации. Ну, а в чем проблема? Посмотрел, грешит ли он или нет. Нет. Может быть, он раскаивался в сердце и стал праведником, но мы это не можем видеть, поэтому сомненно. Мы не знаем. Также, если он говорил на условие, что я тотальный, полный, грешный, говорить Талмуд, сомнительная женатая, замуженная. Почему? Может, он совершил грех. Один грех и тотальный грешный. Да. Когда человек выполняет заповедь или раскаиваешься, он абсолютно праведник. По закону Тору. Свадьба за это зависит. Судьба чужой человек зависит из этого. Если он грешит хоть один грех, он грешный. То есть, получается, что Талмуд это не Каббала. Талмуд очень четко определяет. Если человек грешит, он грешный. Хоть один грех. Если он раскаивался и делает добро, он праведник. на какая скала мы можем ставить определение средней теперь. «Ва это повеление мудрецов» или не слушал чтения святок эстера. Может быть, это является средней. То есть, ни закон Тору, а закон мудрецов говорит рябе невозможно. еще хуже. Тору отдала мудрецов такой мощь, что когда они принимают определенное решение, их слова жестче надо соблюдать, чем Тору. Когда Иса, как это написано и объясняется, в трактат «Перекбеды Евамот», в второй главе «В трактат Евамот» и в первой главе «В трактат Нида». Хорошо. Говорит рябе, может быть средней. Это человек, который увидел, как своего друга грешить и не заявил о своем неудовольствии. Есть обязательства. Говорит другом, что ты делаешь, не надо. И он молчал, просто закрыл глаза. Может быть, это средней. То есть, не активной нарушением, а пассивной. Говорит рябе, тоже исключено. «Воэфилу миш шеш биодал лимх извэл лимхо, если ты не предупреждал другом, никро рошо, назван грешной, в парк вап дешевуот, в трактат шавуот, талмудзе, в шестой главе. Говорит рябе, и очевидно, векольшекен, векалбухоймев, вимевателл и замицвесесеш и вшалликайму. Очевидно, что если человек пропустил одна из положительных, обязательных, обязательных выполнений заповедей, например, или других видов заповедей, одеванит филин, конечно, что он грешный. И в голове ко всему учение Торы, когда человек может учить Тору, он не на работе, он не занимается детей, не помогает жена, просто не учится, потому что ему лен. Шалав, доршу, разал, о нем говорили мудрецов к дворашям беза, когда человек может учить Тору и не учить Тору, он как будто бы отвергает слава Богу, учение Всевышнему. И корыст, и корыст. И у него есть отрицание, он отрицает себе Всевышнему настолько. Пшите де микре роше твейма и биресу драбону. И, конечно, это намного жестче и намного серьезнее, чем нарушать закон, который повели нам мудрецов. Итог. Ви имке алкорхох без вопрос хабейнони кто такой бейнони в отрицательную сторону. Кто такой бейнони? Эн бой афилу авон битул тойго. Бейнони это человек, который нету у него даже грех о ни учение Тору. то есть из висше перечисленных доказательств без сомненно бейнони это человек настолько богобоязненный, что у него вариант о перекрашении учения как рабу не существует. ничего себе. То есть грешный получается это человек который грешит. Праведник это человек который не грешит. Бейнони это человек который не грешит. Ну и теперь кто такой праведник? хороший вопрос серьезный вопрос серьезный вопрос очень серьезный вопрос для этого мы изучаем этого книга учить как можно не грешить посмотрите это как я бы сказал вам можно быть коммунист что вы ответили ну надо учиться ну что не сейчас перспектива ну да перспектива для того чтобы быть кем-то надо понять кто это такой и быть убежден в этом это же не автомат мы же люди мы же не роботы мы же не компьютер не переключаются и все и мы правильные люди это серьезные дела мы сегодня только учили что у нас есть серьезный очень вопрос о том что грешный нам понятно что это не только от себя просто понятно человек который грешит праведник тоже нам сказали человек который не грешит у него есть только добро или не полностью добра а теперь бейнуни становится какой-то новая серьезного человека и тем не он неправедник грешен точно нет потому что один грех все в конец и даже милуси какой-то маленький грех все он уже грешен так получается что средний может такой человек как раб определить себе в качестве бейнуни и это не будет посмешившей это будет серьезный вопрос почему он не бейнуни вот это нам надо понять